Когда сражаешься за пульт. Было? Спрашивает нас мем. Да конечно было, у кого же этого не было-то? Windows 10 решил внезапно обновиться за минуту до начала концерта. Кто-то пишет, так вот почему концерты вечно на час позже начинаются. Да блин, Windows знает когда нужно обновиться. Мне верёвку и мыло. С вас 80 рублей 99 копеек. Я 99 копеек завтра занесу. Кто-то пишет, убийственная шутка. Мальчик, сейчас выключу свет и пойду спокойно в кровать. Мужчина. Так, сейчас выключу свет и побегу до кровати, чтобы меня не съела бабайка. Кто-то пишет, настоящий мужик спит со светом. Зима загружается. Мне кажется, этот Чак Норрис сидит. Я всё правильно делаю? Да, ты весь в отца. Мы гордимся тобой. Узнали? Нет, не узнали. Кто же это такой? Что за вопросы? Это блин, то существо, из-за которого у меня до сих пор нервный тих не прошёл. Мне срочно нужна эта штука. Блин, круто. Вообще офигенная кровать, палатка, убежище, укрытие. Да это просто... Я бы там жил. В Москве сотрудники ГИБДД остановили КАМАЗ. Подозревая его в перегрузе. Водителю пригрозили штрафом. После чего он сел за руль и высыпал песок на стоящий рядом автомобиль. Алексей пишет. У меня только что появился кумир. Теперь понятно, почему была скидка. Ну, на корточке можно сесть всё равно. Правда, это будет очень неудобно. Или туда в заднице залезть, а ноги пускай к плечам будут прислонены как-нибудь. В общем, вы представили, наверное. Барсик, где Мурка? Мурка с Васькой. Всё в порядке. Я такой человек, терплю-терплю. А потом срываюсь, говорит Джерри. Как бы намекает. Не пейте. Не пейте, друзья мои, будете здоровее. И умнее. Иногда бывает трудно найти себе мотивацию. А иногда бывает, что мотивация находит тебя. Пронеси чай и подай пульт. Ты жалкий человек. Ну, люди же созданы для домашних животных. Ну, по крайней мере, так домашние животные наверняка думают. В отношениях с девушкой главное не главное. А не главное-главное. Серая, лохматая, волк что ли? Если было просто серая, то можно было бы подумать, что это слон. Ты свободна? Лол, нет. Чёрт, попробую повторить попытку в следующем месяце. Ты свободна? Чувак, нет. Чертовски длительные отношения. Кто-то пишет. Главное, никогда не сдавайся. Правильно, пиши дальше ей. Человек может задержать дыхание на пару лет. Но только один раз в жизни. Да и вообще, человек очень многое может сделать, но всего лишь один раз в жизни. Когда друг сказал, что жениться надо в 18. Я бы предпочёл в 28. Но уже поздно. Так вот она какая. Чёрная полоса в жизни. А представляете, если тольятная бумага была бы коричневого цвета? Это было бы непонятно. Лайк, если нашёл 5 отличий. Ну, друзья мои, можете поставить паузу и попытаться найти сами 5 отличий. А мы продолжаем. Открыл сухарики перед друзьями. Не, не сухарики, чипсы, принглс. Не сразу заметил. Кстати говоря, очень креативный столик. Лучший новогодний костюм. Это просто... Человек является символом Нового Года. Какой в жопу Дьёт Мороз? Какая в жопу Снегурочка? Человек Оливье. Тем временем в Австралии нашли гигантскую двухметровую корову, которая весит более 1,4 тонны. Кто-то пишет, когда взял старшего брата на разборку. Между прочим, это не фотошоп. Я потом погуглил. И действительно, есть там много всяких фоток с этой коровой. Она и правда огромная. Осенняя Тоскана. Осенняя Тоскана. Ну а что? Внизу обычный город России. Не считая Москвы, конечно. У нас тут почему-то в стране, кроме как, Москвой не занимаются ничем. Непонятно почему. Отличная прическа. А так сейчас модно. Сейчас так все ходят. В 2019 году минимальная зарплата для россиян увеличится на 117 рублей. Степенье на 63 рубля. Детская пособие на 56 рублей. Материнский капитал и пенсию работающим пенсионерам повышать вообще не будут. Так решили российские министры, чьи доходы в среднем составляют 12 миллионов рублей в месяц. Сейчас бы сидели где-нибудь в Воронеже, если бы не эти 117 рублей. Говорят богатые россияне. Теперь-то уже. Ну ни хрена себе на 117 рублей это повысить. Самые чёткие юмористы. К Новому году готов. Сейчас взлетит. Боже, что это? Как с такой штукой парковаться? Это же неудобно. На днях я постирал цветные вещи с белыми и получил интересный результат. Меня побила жена. Вика пишет. Всё правильно сделала. Ты должен её любить. Хотя бы за то, что у неё свои настоящие брови. Сейчас это редкость. Почему учли с предыдущего места работы? Офис компании переехал, но никто не сказал мне куда. Да, чувак, это, блин, просто повод идти искать новую работу. Российская адаптация. Она пишет. Так даже лучше. Собачка по имени Симба. Прикиньте, клёво. Ну нахрена? Как нахрена? А если она живёт где-нибудь в российской тоске весенней? Весенняя тоска у неё или осенняя? Как по улице-то ходить, когда дорог нету, там просто слякать? Вот она и месит говно своими ходулями и замаза тучистой остаётся. Это шедевр. Только не загрузился. Когда училка орёт на одноклассника, который тебя бесит. В каждом классе есть стул, на котором написано «лох». Есть? Конечно, есть. И у нас такой мем был. Да, я тут подумал, знаете что? Я подумал, что возможно на производстве мебели для школы делают уже изначально стулья с надписями «лох». Как вам такой ход мыслей? Вы тоже так делали? Ну ставьте лайк, если вы так делали и так баловались потом кому-нибудь в рожу этими прищепкопальцами. Снежный фейерверк на лобовом. Фильм «Король Лев» выходит летом 2019-го. Не сегодня, дружище, говорит Мо, Герман пишет, мне кажется, что он никогда не повесится. Кого-то он не напоминает. Да-да-да, а слева сидит второй пилот Дринкенс. И сейчас придёт радист Морзе. Эвакуировал, эвакуировал, да не выэвакуировал, господи, что вы мне язык-то вывихнули, сволочи. Вырос, но привычки остались. Да блин, может он там просто застрял. Ты не ты, когда голоден. Котиков любите? Нет. А зайчика в дом возьмёте? Нет. И дальше он там резко разжарел такой. Бегемотов возьмёте? Нет. И, в общем, начинает дальше изображать других животных. Ну, я бы так ещё мог пошутить, но переходим к следующему мему. Казахский пастух угощал инопланетанина бешбармаком. Хочу, чтобы ВК уведомлял, типа, пользователь пытался начать с вами диалог, но зассал. Было бы неплохо. Не-не, не пользователь, а пользовательница. Это было бы неплохо, совсем неплохо. А твой МЭРС так может? А у кого тут МЭРС, простите? У меня вообще не МЭРС. Ну, наверное, если бы у меня был МЭРС, он бы так мог. Только нахрен мне нужен МЭРС? МЭРС это понты. Школа будущего. Макс Назаров пишет. Но не в России. Никита пишет. У нас в Казахстане так самые нищие школы выглядят. Ну, начинается. Нормально же гуляли. И хозяин такой тоже рядом сидит, прикиньте. Ну, типа, в луже. Когда мама ушла, и ты бежишь гуглить готовые домашние задания. Когда дома сел за учебник и смотришь упражнения, которые нужно сделать. Математичка. А не дофига ли ты задала? Да. Кота пишет. Я не делаю домашку, я списываю перед уроком. А чё, так можно было? Да, и можно ещё выше строить. Можно просто небоскрёб сделать. И сдавать в аренду. Ух ты, снежок. Картинка со звуком. Ну да, я прям слышу у себя в голове. Ты не баба, если не умеешь делать мужика виноватым во всех проблемах, в которых виновата сама. Главное доехать. Техпомощь. Это лозунг этой техпомощи. Техпомощь, которой нужна техпомощь. Я у мамы креативный. Что это? Это типа змея? Или что? Отличное начало семейной жизни. Женился. Думал, она будет готовить как мама, а она бухает как папа. Наблюдение. Когда вы одиноки, вам кругом мерещатся счастливые супружеские пары. А когда вы женаты, кругом счастливые холостяки. Бутерброд с зелёной икрой. Кто-то пишет. Из-за таких постов депутаты думают, что народ зажрался. А вы точно официальное СТО? Да, да, мы официалы. Дилерский центр. Кудрявый котёнок, теперь ты видел больше. Коротко о погоде. Что-то мне подсказывает, что это просто склон. Но фотоаппарат немножко повернули. И получилась такая оптическая иллюзия. Я раскусил их. Я, блин, Шерлок. Это гениально, кричит Светлаков. Нет, гениально пристёгиваться. Потому что если ты пристёгнут, то ты в большей безопасности. Это же логичнее и умнее. Дорог в беде не бросит. Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику. Почисти 20 лограмм картошки за день. Слабо? Не слабо, Максим пишет. Не умеешь? Научим. Когда открыл окно на 2 минуты. Русалочка уже не та. Блин, по-моему, ничего нормальное. У грязи нет шансов. И ты такой лежишь в военной форме в маске там в виде какой-нибудь кучки или холмика замаскированной с трясиной на голове. Что-то ушки завяли. Надо полить. Что тут думать-то? Поливай. Сразу воспрянет. Просто резко. У людей с идиотским смехом все шутки смешные. Клещ не убрал свои. Встретились в Майнкрафте. Жена, муж, кот. Ты где? В аду. Выйдешь с работы, перезвони. Когда ты уже готов выходить, а твой телефон заряжен всего 10%. Не пойму, бояться или радоваться. Я тебе колёса тортик порежу. Как прекрасно. На день рождения. Экскурсия по Соколинскому лесу не интересует. Хочу себе таких медведей. Да, прикиньте, с такого шлёпнуться. Блин, можно ногу сломать, если упадёшь. Ой, какая махонькая ваша. Можно погладить, а на руках подержать. Убери руки от моей зарплаты. Хорошо бы, если на экзамене сидели продавцы-консультанты. Сидишь приуныл, а он такой. Вам подсказать что-нибудь? Словно два магнита, жопа и кровать. Трудно от кровати жопу оторвать. А-класс. Б-класс. Снова приколы про А и Б-классы. Мне интересно, а вообще в природе есть сейчас С-классы, Е-классы, И-классы? Прикиньте, огромная школа очень много классов, и там они дошли до буквы И. Или твёрдый знак класс. Разочарован жизнью ёж. Не лечит ни одна микстура. Когда-нибудь и ты поймёшь, что жизнь туман лошадка дура. Александр Сергеевич Пушкин. Я тебя? О боже. Что? У нас в диалоге насрали мыши. Что? Ну вот же, многоточие. Вообще-то я в любитебях признаться хотела. Мышиным говном? Иди в жопу. Смотри, опять. Я придумал. Давайте теперь называть многоточие мышиными какашками. Скажите, училки по-русскому, что теперь многоточие. Это не многоточие, это мышиные какашки. Ну правда, похоже же. Или хомячиные какашки. Кофе или чай? Кофе. Не угадал, это чай. Ха-ха. И так на неё выливает чай и убегает с тупым смехом. Раньше на перемене не остановишь, сейчас не заставишь подвигаться. Чё, серьёзно, сейчас все так сидят в школах? Да ладно, не верю, по-любому носятся. Момент, когда твой друг ржёт, но не может сказать над чем, потому что смех ему мешает. Знакомая ситуация, друзья мои дорогие. Что ж, давайте с вами на этом прекрасном жизненном мемасе закончим этот ролик. Спасибо всем за просмотр. Если это видео понял настроение, то я буду счастлив. Ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на мой канал, посмотреть мои другие видосы. Всем удачи, хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Пока-пока, друзья.